Кстати, одна из кошмарных вещей нашего времени – так называемое сексуальное воспитание. Развращают буквально. Сейчас взрослые не знают того, что уже знают дети, и думают, что это знание необходимо и полезно. Какая, опять-таки, роковая ошибка или сознательная? Сознательный просто вред людям приносит. Потому что каждому знанию своё время. Преждевременное знание может погубить человека. С христианской точки зрения, почему мы не знаем, когда мы умрём? Редчайшим людям, праведникам, Бог открывал иногда день кончины. Иногда совсем даже не совсем точно. Вот Филарет Московский, святитель, который очень известный, в XIX веке был уже, уже, когда он жил, его назвали мудрым. Так, действительно, человек, который стал действительно святым человеком. И ему как было открыто? Помни день воскресный. Это было открыто ему за несколько месяцев. И всё. Точно он скончался в день воскресный. Как он готовился? Большинству, то есть не большинству, а всем нам, оказывается, нельзя даже этого открыть. Почему? Ну, я думаю, что мы можем себе представить, что с нами будет. Сейчас мы, допустим, энергично делаем всё, тут всё, руки опустились. Многие в отчаяние впадают. Многие начнут безобразничать и творить зло. Другие впадут, самоубийством кончат, не выдержат этого даже. Вообще, это такой удар, узнать друг, что ты, вот, такого-то числа в такой-то день, в такой-то час. Что с нами будет? Это знание раздавит буквально человека. Нельзя, оказывается, нам эти вещи давать. Это мы понимаем? Это понимаем. Почему же мы не понимаем, когда детям начинаем открывать то, до чего они совсем ещё не доросли? Что им крайне разрушает их. Разрушает их психику, нравственность. И, следовательно, разрушает всего человека. Неужели это трудно понять? Это несчастная волеология, которая под флагом здоровья детей. Что делают с ними? Христианство говорит, что самое ценное, что есть в человеке – это его дух, его душа. Вот он, я. И разрушить это, вот эту нравственную целостность ещё ребёнка, разрушить именно, когда бомбяты этими вещами – это то самое ужасное, что можно с ним сделать. Он уже подрастает, уже развращённый. Это те, на кого мы любуемся на фотографиях. Те, которые всегда поражали наше сознание чем? Ангелоподобным даже видом, поведением. Этой чистотой, этой невинностью. И вдруг эти невинные уже начинают. Вот с чего он уже теперь начинается – подготовка к совместной жизни. Будущее. К браку? Нет, не к браку это готовят. Уже не к браку идёт подготовка. А к чему? Скажу прямо – к разврату. Эти уже бедные дети, которые уже знают очень многие. Эти подростки, которым предлагается «бог знает что», то есть не «бог», а «дьявол знает что», так, на какие рельсы они уже ставятся? Первое – это действительно разврата. Но это уже, я скажу вам, одно из следствий. А главное – даже ещё глубже находится, которое и порождает это. Что происходит? Одна цель сейчас – воспитание людей. Одна. Может, я скажу немножечко не совсем точным, вернее, я скажу точным словом, но недостаточно, может быть, глубоко и полно. Мы выращиваем, простите за это слово, гедонистов, у которых единственная цель – наслаждение. Наслаждение. Разные формы. Наслаждение тела, наслаждение игры своей, своей ума, развлечения и так далее. Жизнь рассматривается не как серьёзное явление человека, в которое он вступает, а развлечение, игрушка. Всё превращается в игру, в том числе, естественно, и семья. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.